Моя часть проекта называется «Жизнь между дворами». Для начала я хотела поблагодарить всех, кто поднимал участие в этом проекте. Это Маргарита Фищук, Мария Гембитская, Анастасия Устилко и Вероника Крашмидт. Не все сегодня присутствуют, но хотелось бы, чтобы они тоже посмотрели, как это выглядит в итоге. Для начала такое название «Неопределённая жизнь между дворами». Изначально проект шёл под названием «Зелёный бульвар», но к концу проекта он стал несколько не зелёным и несколько не бульваром. Поэтому он стал просто жизнью. И в процессе проекта мы рассматривали, что у нас происходит, собственно говоря, между дворами. Для начала посмотрим на серебрянку. Вот это вся серебрянка. Это довольно большая территория. Ну и мы, в общем, прошлись по ней, посмотрели, что такое между дворами пространства и сколько его там существует. То есть, в общем-то, оно занимает довольно большую часть непосредственно самой серебрянки. Все эти между дворовые пространства объявляют общие проблемы. Такие как транзит дворов, первое, стихийная парковка — это второе. Также неорганизованные зоны отдыха для всех частей населения. Также огромное количество протопных дорожек из-за неорганизации нормального пешеходного потока. А также отсутствие нормального освещения, в частности, между дворовой территории. То есть это, по сути, темные зубы, куда, в принципе, страшно ходить. Для рассмотрения нашего проекта мы выбрали один из небольших территорий. То есть это вот она здесь. И вот она, то есть в приближенном виде. Изначально что тут есть? Это вот здесь вот маленький магазин на входе с Плеханова. Плеханова, вот оно. И проспекта Косовского, вот, пожалуйста. Вот эта часть является, по сути, своей непонятным пустырём с двумя магазинами. Здесь и здесь. Там на плане написано, что здесь детская площадка, но там какая-то непонятная стройка, и ничего не происходит. Так же, как и здесь. А вот это вот, это гаражи в полуровня. Как бы в центре района, что они там делают, но хорошо. Пусть будут. Значит, с проспекта Косовского, что мы видим? Вот здесь у нас, а мы ничего не видим. У нас тут ничего нет, но есть... Можно меньше, пожалуйста? Есть магазин здесь, и его конкурент вот здесь. Но у этого магазина, видимо, больше поток покупателей, так как этот магазин прикрыт непонятной лесополосой. Также мы видим транзитную дорожку между раз, два, три, четыре детским садиком и одной школой. Пешеходная дорожка, на самом деле, очень маленькая, неорганизованная, и она пересекается с транзитом, который приходит в загрузка в детские садики, школы и непосредственно в гаражи. То есть поток не очень большой, но самое замечательное, что пробка этого потока является вот эта вот непонятная маленькая зданица. Мы изначально думали, что это какой-то пункт с теплосетями, но, как оказалось по итогу, это самое оригинальное, что могло там находиться, пункт приема стеклотара. Самая важная вещь, то, что требуется в центре района. Там зарабатывают очень большие деньги, мы смотрели. Это самое просто крупное предприятие на все вот это там протяжение. Там даже кого-то посадили, все нормально. Значит, однако, кроме проблем, которые мы видим на этой территории, мы также видим и какой-то потенциал. С этой стороны проходит у нас водно-зеленый диаметр, и, по сути, вот эти вот пешеходные дорожки, которые могли бы здесь быть, это пешеходные дорожки, которые приводят нас к рекреационной зоне около водного диаметра. Это неплохо, и хотелось бы, наверное, там отдыхать как жителям района, так и приезжающим на эту остановку, эту остановку и остановку где-то вот здесь. То есть проблема также является транзитные дворы. Ну, эта проблема как бы решается активизацией между дворовых пространств, и транзитные дворы уже не являются проблемой, людям там просто нечего делать. Ну, в общем, какая у нас социальная шоу-проекта собиралась? Это сделать пространство жизни между дворами полноценным общественным безопасствам и функционально разнообразным, комфортным для людей пространством. Что мы сделали? То есть мы рассматривали две части этого проекта. Это первая, вот эта часть, она является более пешеходной, и вот эта часть предусматривает между собой разъезд по дворам. Для начала посмотрим ближе часть с автомобилем транзитом. Значит, мы, когда приезжаем в район, первое, что видим, это остановку. То есть остановка организовывается с помощью павильонов, появляется велодорожка, которая проходит по проспекту Рокоссовского и уходит в район, и выходит к ВЗД. Также мы добавляем на проспекте Рокоссовского активные фасады, закрывая здесь вот транзитный двор. Мы столкнулись с проблемой, что вот этот вот дом изначально открывался фасадами на непосредственно проспект Рокоссовского, и двора не имел при себе. Мы как бы его развернули по обратную сторону и сделали ему человеческий двор. Также, что для машин, значит, каждый-каждый этот переход, каждый-каждый-каждый переход, это является безбарьерной средой. И также это кольцо, это все для снижения скорости автомобилистов, но оно не является сильной преградой, не то чтобы преградой, неудобством на пути автомобиля. И мы добавляем парковочные места, организованную парковку. А вот здесь основная стихийная парковка, то есть это одно из как бы решений, потому что парковка появляется также здесь и вот здесь. И у этого дома появляется организованный двор. Мы его тут не рассматриваем, но эта площадка подразумевает, что он там мог бы быть. Значит, дальше мы рассматриваем загрузку этого активного фасада и этого. По линии фасада, здесь достаточная ширина для проезда грузовых автомобилей. Такой опыт уже имеется в Минске, чтобы загружались непосредственно магазины с фасадов. И это не напрягает дворовые территории. Также загрузка этого магазина происходила с двора, то есть вот здесь вот вход в дом и сразу была загрузка в магазин вот в этом месте. Мы загрузку переносим вот в эту сторону и добавляем вот здесь вот, например, кафе. То есть получается, что у нас вот этот детский садик, у него вход находится где-то вот в этом вот месте, я так понимаю. И мы получаем там загрузку. Значит, мы также добавляем функцию в нашу территорию. Ай-яй-яй. Слишком быстро. Быстро. Здесь вот мы добавляем три павильона, которые могут работать в разные сезоны. И к этим павильонам мы добавляем навес, под которым можно удобно ходить в непогоду или в солнечную погоду, что представляет себе удобство. Также добавляем рекреационную зону, она же является пешеходной в этом участке. И получается, что у нас вот эта часть является пешеходным, торговым таким местом. Вот эта часть дороги у нас является загрузкой в детские сады и в магазины. То есть вот в этот магазин, вот в этот магазин и в четыре детских сада. То есть не является большим транзитом. Также для безопасности пешеходов и удобства велосипедистов велосипедная дорожка на всём протяжении отделяется или зелёными островками, или, здесь не очень хорошо видно, но есть такие вот точечки. Это столбики, которые не дают пешеходам потерять бдительность и не заметить посредственно велосипедиста. Чуть дальше рассматриваем вторую часть. Мы приезжаем сюда с Плиханово. Вот здесь у нас трамвайные пути. Значит, мы сейчас на этой территории присутствует этот магазин, и вот этот магазин мы их оставляем. Единственное, что этому магазину мы добавляем вход с этой стороны, чтобы обеспечить торговую часть вот в этом месте, достраивая здесь небольшой торговый центр, ну, что-то вроде магазина. И здесь, например, маленький магазин или аптеку. То есть таким образом у нас сформировается здесь активная функция торговая, после чего мы можем пойти в маленький скверик и посидеть там, покушать или просто прогуляться. Далее у нас вот этот магазин, и мы решили, что нам в центре района не хватает, ну, например, фитнес-центра вот здесь. Пошел-покушал, пошел-позанимался, и можно перейти в летний период времени на активные площадки игровые, а также рядышком детская площадка игровая. И вот здесь вот небольшой предполагался скейт-парк. То есть сразу охватывается этой зоной довольно большое количество возрастных групп и интересов. То есть на этом участке и зона тихого отдыха, и активного отдыха. То есть, опять же, ну, разные возраста и разные типы покрытия в разных местах. В скверах мы используем более зеленый тип покрытия. То есть это может быть плитка с травой, как это, плитка газон. А на основных пешеходных транзитах мы используем обычную плитку для того, чтобы всем группам людей было удобно ходить. Также вот этот вот пункт приема стеклотары, мы его сохраняем, но мы меняем его функцию. Значит, он состоит из двух частей, из двух кубиков. Один кубик мы отдаем велосипедистам, как аренда, ремонт и все, что угодно, что они себе придумают. И вторая часть, это небольшое кафе, то есть это может быть тоже активная какая-то кафешка, тоже для велосипедистов и людей, которые прогуливаются по парковым территориям. И также мы сохраняем, вот здесь вот присутствует березовая аллея, как ни странно. Мы ее сохраняем, ну, как-то облагораживаем. То есть... Пора заканчивать. Вот что мы получаем. То есть... Можно меньше? То есть мы получаем зону с довольно развитым автомобильным движением, но при этом оно регулируется за счет планировочных элементов, а также активную пешеходную зону. То есть изначально у нас была стихийная парковка, неорганизованные пешеходные вещи, которые входили в состав проезжих частей. То есть что у нас было, что у нас стало. То есть также добавление активных элементов делает, в общем-то, все это довольно приятнее. Далее, эту часть мы можем посмотреть вот отсюда. Вот точка, как бы, с которой мы смотрим. Это показан вот этот активный фасад. То есть вот он. Также мы здесь можем увидеть столбики для внимания пешеходов и велосипедистов. И поднятые уровни переходы. Можно чуть меньше. И также велосипедная дорожка входит в уровень безбережной среды. То есть не надо ни прыгать, никуда, через бордюрные камни. То есть все довольно тихо и спокойно. А также это Плеханово. Узл Плеханово. Я понял, факт. То есть это маленькая вот эта вот штучка, которую мы добавили. Плюс небольшой торговый центр. И это сохраняющийся магазин. И мы добавляем кофе-ларек. Также, ну, мы можем увидеть велодорожку. И регулируемые светофоры. И также освещение, которого там сейчас нет. И вот эта территория, это междворовая территория. Это самый сок нашего проекта. Вот вот эти павильоны, три штуки. В которых можно что-нибудь приобрести. Вот дворовая территория с детской площадкой. И приятные места для отдыха местных жителей, а также тех, кто приезжает в район. То есть также мы видим парковки. В общем-то, все. То есть, в принципе, это все может быть организовано за счет жильцов. То есть вот здесь мы можем увидеть плясадники, которые отдаются жителям. И они организовывают там свои маленькие цветочницы, огородницы, кому что угодно. Также скверики и проезжие части, которые организованы нами сейчас, могут быть организованы жителями при поддержке города. Или города при поддержке жителей. И вот эти павильоны могут быть организованы теми, кто хотел бы заработать на этом районе. То есть, по сути, это развитие бизнеса внутри района. И также развитие велосипедной инфраструктуры и приведение всего к ВЗД. Ну, в общем-то, у меня на этом все. Какие вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ